Всем привет, друзья! У меня сегодня в планах посадить наконец-таки свою рассаду. Я когда купила, но не могла посадить, потому что погода еще была прохладная. А сейчас уже пора. Надела перчатки, вот одноразовые. Я люблю одноразовые, что потом можно будет выбросить и все. Вот покажу мой мини-огородик. Вот так. Когда мы переехали сюда, это уже было. Я не знаю, сколько лет у них это было, но я понимаю, много, долго. Вот такой получается у меня огородик треугольником. Вот это ограждение белое мы сами поставили, потому что собаки у соседей и там, и там, чтобы они не писали. Вот я не знаю, вот это уже тоже сломалось. Я не понимаю, по-моему, собаки с той стороны, у них две собаки что-то делают. Я не знаю, что вот так ломается. Хотим потом покрепче сделать, получше, но, наверное, уже на следующий год. Вот это вот здесь мята. Хотя я вытаскивала в том году всю мятую, но, видимо, чуть-чуть осталось. И вот она у меня уже проросла. Вот это я не знаю, что это, тоже выросла. Я это не сажала в этом году, но это очень интересно. Мне кажется, это картошка, что ли. Я сажала в том году картошку, но она у меня не выросла хорошо. Какая-то маленькая была. Вот. Я не понимаю, что это. Но мне кажется, что это картошка. А вот это я поставила лампочки. Ночью они горят. Эти кирпичики я тоже положила вот недавно. Вот это все ненужное, мне надо будет убрать. Это травка. Земля влажная, хорошо копается. Я, конечно, не профессионал. Но третий сезон я уже сажаю. Пока скопала эту сторону, а потом ту, в эту сторону. Сначала здесь посажу. Здесь я сейчас посажу капусту, цветную капусту и брокколи. Червяки. Много дождик было, поэтому много червяков. Это капуста. Надо расстояние побольше, я думаю, между ними, чтобы было место для них, когда они вырастут. Когда вырастут, они будут вот такими большими. Взяла вот такие штуки. Это наколенники мужа. Он их надевает, когда работает, что-то ремонтирует. И он говорит, очень классная вещь. Когда вот на коленях надо стоять. И я хочу попробовать одеть их. И посмотреть. Потому что спина болит, когда нагибаешься. Или надо на стульчик сесть. Но мне на стульчике неудобно. Я вот такие наколенники одену. И стану на колени. Так. Вроде правильно, не знаю. Мягкие такие. Действительно удобно. Чтобы спина не болела. Потому что нагибаешься, спина болит. Вообще капусту в том году первый раз посадила. Она выросла. Хорошо вроде выросла. Но насекомые так пожирали ее вообще. И мы не смогли ее есть. Хотя брызгала там, опрыскивала. Но все равно. Надеюсь, в этом году, может, посмотрю, как надо. Надеюсь, не будет, в общем. Насекомых много. Это у меня брокколи. Буду сажать брокколи. А это цветная капуста. Вот эту часть копала посажу. Теперь сейчас помидор посажу вот сюда, в ряд. Вдоль забора. Да, эти наколенники действительно очень хорошо помогают. Потому что стульчик, если брать, со стульчиком не пойдет. Во-первых, земля везде. Во-вторых, ты все время двигаешься. Со стульчиком неудобно будет. А сидеть на корточках все время тоже это спина болит. Я сейчас вот раскопала. А это, оказывается, действительно картошка. Вау! Она еще, наверное, не выросла до конца. Там дождевой червик. Я думаю, ее посажу обратно. Так получается. И вот это у меня тоже все. Это картошка. Там растет. Вот это да. Так что сейчас посажу обратно. И вот это тоже. Везде посадила, посадила. И уже места нету. А у меня остался вот этот еще перец острый. Не знаю, куда его посадить. Думаю теперь, где ему место найти. Нашла место, куда посадить острый перец. Сюда, в общем, посадила. Я делала перерыв. Ходила на обед. Пообедала. А потом поехала за детьми в школу. У меня тут уже подсохло. Теперь мне надо все это дело полить. Заниматься огородом. Копать, сажать. Это тоже физическая работа. В том году у меня орегано. Базилик хорошо рос. А вот петрушка и укроп плохо. Вот орегано и базилик все лето растет. Его собираешь, и он опять вырастает. Обрезаешь, и он опять. Так, вот это все помидорчики. Есть болгарский перец желтый. Болгарский перец зеленый по одной штуке. Так, вот это зеленый острый перец. Это брокколи. Вот, уже что-то с ним не то. Что он развалился тут у меня. Разлегся, то есть. Ну-ка, давайте, поднимайтесь. Здесь, когда ты свое выращенное кушаешь, то это совсем другое. И они на самом деле другой вкус даже, чем который в магазине. По крайней мере, здесь я это очень сильно ощущаю, чувствую вкус. Есть вкус и запах у своих выращенных овощей и зелени. Так, это мне еще надо убрать, это мусор. Чуть-чуть порядок осталось навести. И все. Поставила декорации. Улитка. Еще одна улитка. Вот так выглядит сейчас мой мини-огородик. Так, вот здесь. Бабочка, черепаха, ежик, птичка есть. Эти штуки нужны для того, чтобы, когда будут растения, помидорки расти, они длинными становятся и тяжелыми. Это будет помогать держать. И вот это тоже. И я посадила вдоль забора для того, чтобы помидор, именно для того, чтобы, когда будут они расти, тоже держались за забор.